Авторы работ новой экспозиции – основоположники монументальной живописи в нашей стране. Мозаики росписи для фасадов зданий сначала создавались на холсте в виде эскиза и только потом с помощью специальных техник переносились на стену. В итоге на свет появлялись произведения искусства высотой и шириной в несколько метров. Это крупные размеры, это возможность говорить совершенно другим языком, это умение обобщать и сами образы, и по цвету, лаконичность, в то же время и декоративность. На выставке представлены эскизы монументальных работ из танковой живописи художников. Крупные мазки, яркие контрастные цвета, большие пространства, философские сюжеты. В каждом штрихе, в натюрмортах, в пейзажах, в портретах просматривается почерк художника-монументалиста. Это лицо эпохи, это целая эпоха фактически. То есть сегодня мы с вами прикасаемся, да, в танковой живописи. Это достаточно крупные выставочные работы с такими серьезными темами. Народный художник России Игорь Пчельников не любит загонять свои работы в какие-либо рамки. Поэтому мастер старается придумать для своих произведений оригинальное оформление. Объемные элементы художники добавляют и в эскизы монументальных полотен. Человек, который попадет на выставку, мне кажется, что он сразу погрузится в эпоху вот этой монументальной живописи. Мы здесь специально подготовили, чтобы помочь нашим зрителям разобраться, в чем же вот этот уникальный язык живописной этих художников. Мы подготовили небольшой экскурс в историю. Выставка от монументализма к живописи Игоря Пчельникова, Ирины Лавровой и Марии Красильниковой продлится до середины марта и завершится творческой встречей с авторами. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.